сейчас измерим скорость здесь вес 365 грамм будем стрелять по низу сетки мы сейчас пойдем смотреть да интернет магазин охотника нет здравствуйте что вы хотели пневматическую винтовку егерь да все цены актуальны на сайте извините пожалуйста но этого телефона больше не будет вы можете заказать на сайте в этот телефон мы сейчас будем стрелять из егеря прощай малыш всем привет сегодня у нас здесь в обзоре охотника нет винтовки от русской оружейной компании винтовки егерь это самая последняя модель егерь bullpap с колбой это новинка то есть раньше они шли только с резервуаром здесь соответственно у вас полноценная колба практически на пол-литра то ли то есть 048 это тоже относительно новая модель со складным прикладом это карабин здесь стоит 470 миллиметров чоковый ствол здесь же стоит удлиненный 550 полигональность полигональность ствол для полнотелых тяжелых пуль чоковый ствол для обычных пуль то есть для валанчиков так называемых у нас вы можете заказать винтовку в данном исполнении и с чоковым стволом и соответственно со стволом полигональным зависимости от ваших требований на винтовках егерь bullpap с колбой у нас идут только полигональные стволы они не выпускаются других вариантов вот так же здесь не может быть установлен редуктор редуктор может быть установлен на моделях с резервуаром так как этот складной карабин здесь у нас установлен уже прицел discovery hd 5 на 30 на 34 кольцах это скажем премиальная линейка самая премиальная у discovery это профессиональный прицел для дальней стрельбы для спортсменов и для тех кто соответственно занимается варментом или другими дисциплинами по дальней стрельбе данный прицел идет наверное все таки конкурент прицелу марку также 5 на 30 вот их сетки по некоторым параметрам discovery естественно его превосходят особенно по качеству изображения сетка там немножко все-таки поинтересней плюс 3 4 кольца угол обзора в этом прицела больше помимо всего прочего мы предлагаем заменить штатную алюминиевую колбу которая все-таки очень сильно кронит булбаб который должен быть походным вариантом вперед на композитную колбу у нас продаются вот такие облегченные колбы процентов на 30 на 35 она легче ставится вместо штатной то есть соответственно еще и место вы выигрываете и плюс это колба все-таки 0.48 а это ровно пол литра то есть на два выстрела больше с этой колбой получается помимо всего прочего к нам придут такие же колбы но в черном цвете скоро они уже на подходе то есть она будет более органично смотреться с данной винтовкой пули для полигональных стволов используются полнотелые монолитные здесь вес 3 65 грамма калибр 6 35 вот эти пули требуется настройка винтовки вы всегда можете ее заказать у нас в охотника на прежде чем стрелять из егеря мы соответственно должны его заправить сейчас у нас на манометре показано давление порядка 140 бар вот мы возьмем наш компрессор портативный и и заправим здесь у нас соответственно два компрессора сейчас лежит портативных один как мы видим в более габаритном корпусе это самая лучшая самая надежная последняя модель наша охотника нет есть как мы видим есть встроенный осушитель жидкостонаполненный манометр компрессор работает как от автомобиля так и от сети 220 помимо всего прочего у нас есть удешевленная более старая модель под названием тайфун отличается над тем что греется на высокую температуру то есть до 80 до 100 градусов что соответственно не очень хорошо для всех его частей эти компрессоры ненадежные по сравнению с этим компрессором но в принципе для редкого использования они подходят здесь уже вставлен штуцер под квик я его вытащу покажу он идет в комплекте с каждой винтовкой кстати очень удобно компания rock сделала такой штуцер у этого компрессора стравочный винт находится сбоку вот здесь а у этого непосредственно осушители есть две кнопки первая кнопка включает вентиляторы которые его должны охлаждать казалось бы но охлаждают очень плохо и вот он пошел заправлять вот тут мы видим температура 80 градусов у этого компрессора то есть этот компрессор газоправил оставшиеся 50 атмосфер 45 за две минуты условно говоря то есть этот компрессор работает в два раза быстрее и температура тут пока нагрет 33 градуса сейчас измерим скорость на нашем хронографе эмерсонгер кстати отличный крупный хронограф удобный он стоит там порядка 8000 рублей чтобы вы понимали аналоги стоят на 35 40 процентов дороже к нему кстати будет продаваться недорогой штатив чтобы можно было не на стол ставить а на любую поверхность и он очень качественно хорошо измеряет 287 метров в секунду 287 метров в секунду вот принципе у нас стабильная скорость сейчас такая винтовки настроена и с такой скоростью мы подстрелим айфон на 150 метров ну что мы забыли стул стреляем с колена на 150 метров в айфон сейчас попробуем может мы не попадем даже прицел напоминаю тридцатник стреляем на тридцатники пристрелен он соответственно как надо но будем стрелять по низу сетки поправок там не хватает потому что кольца не очень высокие попробуем правее кажется ушко надеюсь поведет по-моему левее непростое это дело на 150 метров стрелять он погас он погас значит что я попал походу я реально попал в айфон очень круто сейчас пойдем смотреть надеюсь что он действительно погас не просто так с первого выстрела я убил айфон попал его видимо прямо в мозг давайте сейчас посмотрим эти повреждения у айфона тушки пробила насквозь айфон получился выше тачпада и насквозь металлический корпус нет доска не пробита но явно насквозь явное попадание все прощаемся чтобы попадать в айфон на 150 метров чтобы пробивать айфон насквозь вы можете купить винтовки и все необходимое к ним прицелы и так далее в охотника . нет также у нас есть комплексная настройка готового комплекта под ключ взяли винтовку установили свой айфон или samsung или xiaomi на 150 метров и соответственно стреляете не заморачивайтесь все в охотника нет